Давайте встречать гостей! Сегодня вместе с нами Асхат Эбитанов, Шунгус Ермех и Лили! Привет всем, здрасте! Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Сейчас мы вам его испортим. Спасибо, что пришли. Лили, отдельное спасибо, потому что... Давайте Лили поаплодируем. Да, давайте поаплодируем Лили. Лила! Скачивайте ее песни в Телеграм. Не надо, там бесплатно. Да, там бесплатно. Да, iTunes и все площадки. iTunes вообще, не шарит человек в музыке. Нет, нормально, iTunes. Скачивайте приложение Лили. Ты должен был сказать, скачивайте зайцев.нед. Да, да, да. Почему, например, можно на ты? Да, я почему, например, тебе говорю спасибо, потому что для комиков это... Ну, это наш хлеб, рассказывать какие-то постыдные истории. Ну, я думаю, что это не совсем, может быть, сходится с твоим амплуа. И я за это благодарен, что ты сегодня решил рассказать какую-то свою постыдную историю. Да, давайте поаплодируем. Я знаю ее историю, там нормально она рассказывает. А я очень благодарна, что вы меня позвали, потому что у меня есть некая мечта сходить на open mic. О, открытый микрофон. В смысле выступить, скажи? Да, да, выступить со стендапом. Не просто зрителя, типа, не хватает на open mic у меня. Вот, поэтому, да, мне очень нравится все. У меня очень много друзей стендап-комиков, и всегда было интересно. Ну, собственно, вот они. Вот они, да. Вы друзья, да. Судя по Шенжусу, всегда... Я, типа, я музыкальный продюсер. Похож? Я Макс Фадеев. Лучшие годы. Смотрите, шоу заключается в том, что вы сегодня рассказываете свои постыдные истории. Ну, такие истории, в которых вам было очень стыдно, кринжово, и вы хотели просто уйти, и чтобы это с вами не случалось. Вот, и также, после того, как вы выступите, мы поставим друг другу баллы, и самая не кринжовая история, автор ее будет исполнять какое-то наказание, которое у нас здесь на карточках. В целом, все понятно. Я вначале тоже рассказываю какие-то истории. Я сейчас... А, во, вчера... Ты так расскажешь, кого-то тебе это шел за... Я там тоже что-то там рассказываю, а вы там что-то рассказываете, потом все, мы там не рассказываем, домой едем. Да, я просто... Смотри, у меня вчера случай такой случился, ну, вы, кто подписан, не видели. Я вчера заселился в новый отель, ну, из одного отеля в другой переехал. Типа, старый уже устарел. Да, я заселяюсь в отель, короче, я заселяюсь в отель, мне на ресепшене дают карточку, я поднимаюсь в номер, открываю, а я прям в туалет еще хотел. И я поэтому бегу, открываю, захожу, а там кто-то занимается любовью. Прямо вот в самом разгаре. И... И ты насрал на них. Стыдно было, наконец. За это тебе стыдно, что ты насрал. А как ты понял, что это был самый разгар? Вот эта полоска, как в порно, была на середине уже. Я не знаю. Они были не на стадии разговора. Я растерялся. Ну, потому что я... Никогда не видел секс. Ты не ожидаешь вообще. Да, в разгаре. Сбоку. Я не видел секс в разгаре. Ты видел начало и сразу конец-то. Да. Я семейный человек, вот. Там не бывает разгара уже. Да, там вот эти тлеющие угли, которые... И там чуть-чуть красное... Колянка-то умирает уже. Да. Так, как вот это, Пала Санта когда зажигает. Короче, вот. И мы оба растерялись. Оба. Ну, смотри. Я и они. Не, просто... Ты так сказал, как будто кто-то один не растерялся? Не, Галман говорит так, как будто там один человек тратился. И он растерялся, и я. Да, я просто зашел, кто-то в моей комнате... Слабый разгар. Я это называю заниматься любовью. А, короче, да. Ну, я просто не ожидал, что ты идешь в свой номер, и там кто-то трахается. И это неожиданно. Типа тебя что напрягло, что там не успели убраться или что? Нет, и... Номер не готов. Да, они тоже, если... Ну, удивились. Типа, о, Галым Калекбаров, и... Можно с вами сфотографироваться? Да, я сразу... Я сразу выхожу из комнаты. У меня, кстати, история же такая. Я, короче, сексом занимаюсь, в самом разгаре заходят Галым Калекбаров. И мне стыдно перед ним было. Да, а ты в этих очках. Поэтому... Я спускаюсь вниз на ресепшн, и... Я спускаюсь в лифте, и думаю, а может, я тормоз, ну, может, это и есть полу-люкс? Может, они входят в этот... Стоимость него. Там чайник, секс, два халата. Да. Полу-люкс, типа, ты заходишь, и тебя, они говорят, Галман, погуляй пока. Вот такая вот постыдная история, в которую я недавно попал. Но потом меня заселили в нормальный номер, но там уже скучно. Там никто не трахается. Да. А ты привык уже. Было бы очень смешно, если бы ты зашел, то там самый разгар. И в этот момент звонит тебе жена узнать, заехал ли ты в номер. Да, я такой, да, вот сейчас номер заходу. А там стоны. И ты вот эту всю херню рассказываешь ей. Да, ну там жена точно не поверит же. О, нормально. Слышал? Нет, ну она может сказать, это что, там разгар какой-то? А, ну, значит, не ты. Это точно не ты. Да, да. А, разгар, значит, Галман не имеет никакого к этому отношения. Пока. У тебя алиби. Блин, ужасно. Теперь мы начинаем рассказывать свои истории, с кого первого начнем, кто из вас самый смелый и у кого... Черт, я. Хорошо, смотрите тогда. А вы забили кто после... Я вторая. Я увидел вас, как вы договорились. Все, мы тебе по одному баллу посмотрим. Все, встречайте Асхат Абитанов и его постыдная история. Ну, смотрите, сразу объясню. Не особо так очень ленивые аплодисменты были. Ну ладно. Сразу объясню. Мне стыдно уже сейчас, когда я повзрослел. Потому что на тот момент мне казалось это очень прикольно. Я в школе был таким, знаете, висерчанк, приколист этот... Балагор. Балагор. Сейчас это называется... Безработица. Безработица. Буллингом занимается. Нет, а давно это был прикол, у нас так же назвалось. Не было этого слова еще. И вот такие фиги приколы. К примеру, просто абьюзер, ты в смысле говорил, ты жирный. Вот так? У тебя не получится. Типа взять и, например, рюкзак одногруппника спрятать. И через неделю только сказать, что куда спрятал. А, ты не абьюзер, ты гандон был. Не было этого слова тоже. А на приколах я такой, ой, а где ты? Вот, вот этот, висерчак. Пацан идет жаловаться, ага, там один висерчак мой рюкзак украл. Нет, я не воровал, это прикол. Спрятал, да, да. Я ему помогал искать же. Я хороший парень. Урок один очень скучный. Там по настроению учителя тоже, видно, что ей тоже скучно присутствовать. И это когда все чем-то занимаются вот это, кто-то сидит. И у меня два друга, я сидел на предпоследней партии. Близко к партии было позорно сидеть, нельзя было тогда сидеть. Я сидел... Близко к партии? Близко к партии? Давайте вот это обсудим. Давайте вот это вот. Я сидел близко к партии и вязал. Вот, вот. Близко к доске близко я сидел. Не сидел, точнее. И этот... И сзади спор моих друзей в самом разгаре. Они... Я вот уже все, отпустил урок, буду, ладно, уже не буду слушать. Слушаю их. Они спорят, у кого сильнее удар. Типа вот это, видишь же... А, тогда вот этих аппаратов не было? Да, да. И он говорит, если я тебя ударю, ты вот туда улетишь. Вот эта херня. Видишь же? Если тебя ударят, ты в кому упадешь? Он говорит, да у меня папа. Вот такие, типа. У меня дома арбуз есть. Вот такая. Когда этот спор баджа, нерешаемый спор. И я такой... Я первый раз слышу, типа, а у меня дома арбуз есть. Почему? Ну, это уже вот... У вас кататься не было, поэтому он и не будет. И это... Зато арбуз не ушел. Папа ушел за арбузом, арбуз через друга передал. Да, давайте, давайте. Я решил подсказать, помочь друзьям, чтобы они не спорили. Я говорю, а давайте кто из вас сильнее ударит стену. Прямо сейчас. Ну, зачем куда-то далеко отходить, потому что мы можем потерять прикол. И я говорю, прям сейчас кто... Я ценю, типа, я вам помогу. По стене же будет понятно. Ты был вот этот измеритель удара. Да, да, да. Ну, 700. Я еще вот так вот начальник. Давай, пацаны, по 50 книги скинуйте, бейте. И один пацанчик... Я не думал, потому что это дурацкая идея. Надо догадаться, что не надо этого делать. И один пацанчик встает, его зовут Никита. Никита, тебе привет большой, я скучаю по тебе. Он встает и нереально сильно бьет по стене. Прямо. Училка... Она говорит, ты дебил? Тот пацанчик тоже молодец. Скажешь, все, базар нет, ты победил. Это не переплюнуть. И тот сидит... А он, получается, руку... Я помню, что-то Никита счастлив, он победил. Рука пухает прямо на наших глазах. Он прямо растет. Прямо, знаешь, пульсирует. Да, да, да. Он красный, он сам красный, но счастливый. Он еще тому что-то накидывает. Подожди, а ты не объявлял никакой приз, да? Нет. Просто? Ну, это... Тот победит. Вот это все? Все, рука пухает. Я такой, а я еще такой человек, который... Типа, это мой шанс. Иду сразу к классной руководительству. Говорю там, Никите худо. Надо его... Что? Ну, плохо ему. Худо? Да, да. Ты где учился? На Киевской Руси? В деревушке. В каком году это было вообще? Никите худо. Нет. Нет худо без добра. Никите худо. К лекарю ему надо. К знахарю. Учительница, челом бью. Там, там... Там до знахаря... Океанка чурится. Там до знахаря три версты. Выйдем мы пораньше. Я такой говорю, я его отведу, не переживайте, все нормально. И он идет такой, Никита, блин, круто. Мы все, уже идем в больницу, там недалеко поликлиника, по шоколюбе прийти. И он такой говорит, все, а это как раз уже... Момент, когда девятый класс, надо экзамены сдавать. Он говорит, экзамены сдавать не буду. У меня гипс, правая рука освобожден, вот эти все экзамены. До конца, я все, в май буду уже кайфовать. Я говорю, не факт, что я тебе перелом. Он говорит, нет, нормально мне болит. Я говорю, тебе... Ну вот за это мне стыдно, за эту фразу. Я говорю, тебе надо на всякий случай еще раз ударить. Какой козел. Это прикол. Это прикол. Вот ты балагурный, конечно, на висичах. Я говорю, на всякий случай. Я и тогда, я вам честно скажу, я не такой плохой. Я и тогда не верил, что он ударит. Это он виноват, я считаю. Он меня 9 классов знает. Но зачем под это подписываться? И туда я говорю, ударь в дерево. Смотрю, он разбегает. И в тополь, как ударил жестко прям. Как будто у них конфликт давно уже назревал. Вот оба раза, когда он бил стенку и тополь. Стенка и тополь хоть чуть-чуть пострадали? Тополь сильно пострадал. Там прям, там прям кора прям. Белки съехали аж. Мы здесь жить не будем, это аварийное здание. Белки уходят просто. И тополь такой, сорян за аллергию. Он плачет, я ржу нереально. Я говорю, ты еще и ржешь. Это нереально смешно. Вы просто представьте. Вы плакали и смирились от того, что получилось. Да, сломалось. Ему больно, он ржет. Мне не больно, я просто ржу. И мы, короче, идем все уже счастливые. Мы понимаем, что все плохо. Мне смешно, нереально, потому что надо быть глупым парнем, чтобы под это согласиться. И я приходил, и он говорит, Только не говори, что я вот это все дерьмо мотил. Ну, потому что стыдно будет. Потому что травматолог по-любому спросит. Спросит же. Спросит. 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 Поинтересуется. Травматолог сидевший, что ли? Я не спрашиваю, я интересуюсь конкретно. Да вы же в Караганде, мало ли, какие травматологи. Карагандинские травматологи. И этот... И он... Причем травматолог это погоняло. Адвокат или травматолог? Да. Он просто у подъезда сидит к нему, люди подходят, показывай давай. И он говорит, скажи, была драка. И я одному как сломал что-то. И вот рука болит. Что-то я ему мою руку сломал. И мы заходим, и этот, я такой, все. Типа мне уже не смешно, потому что я вижу, что ему больно. Это мой друг, опять-таки повторюсь. Хороший парень. И он идет на рентген. Они приходят с рентгена, он расстроенный уже. У него нет вот этого счастья, что экзаменов не будет. Травматолог объявляет то, что у него трещина. И там показывает, и там на снимке прям вот этот средний палец, прям вот тут там сквозняк прям. Мне опять смешно. И травматолог говорит, типа что произошло? Я говорю, он сначала стену уехал, потом дерево. Схал ты вообще, конечно. Я думаю, я потому что всегда считаю, что это просто смешно. Мы с травматологом чуть посмеялись. Он тоже поджал. И он говорит, на всякий случай. Трещина недостаточно большая. Мы будем стоять. И мы поставили гипс. Что вы понимали? Он нереально счастливый идет в школу. Просто он прям светится нереально. И он говорит, в школе только никому не рассказывай. Всем нахуй. Скажи, он в школе был ударником? Очень крутой. Он нереально сильный, огромный. Я не знаю, почему он меня не избил. Я просто... У него рука болела, наверное. Занята рука была. Да, я просто думаю, я просто сейчас... Мне сейчас за 30, я думаю, бля, у него, наверное, на погоду рука ноет. Мне поэтому стыдно. А так вообще смешно. А он жив? Да, конечно, наверное. А сейчас чем с ним? Просто он перестал соблюдать дружить. Я же он жив. Ну, если я окажусь в такой ситуации, я в натуре на второй раз, наверное, не топал, а тебе в ***. Такой, давай я тебе в лоб лучше в ***. Мы как раз оба в травматологию идем. Как раз голову пока что. Да, давайте поаплодируем. Асхат Эбитанов. Ильик. В седьмом классе, мне было 12 лет, мы переехали из Астаны в Алматы. И меня тогда еще одноклассники предупреждали, что менталитет Астаны и Алматы различается. И поэтому мне будет немного сложно, скорее всего, найти друзей. Так и случилось. Из Астаны в Алматы? Да. Не знаю почему, но были какие-то, в общем, у нас притирки долгие. Что произошло? Мальчики надо мной сильно издевались. Типа заставляли стенку бить. Нет, на самом деле были прям странные истории. Например, они брали мел, рисовали жопу, брали тряпку и говорили, это жопа Лейлы. И вот так били. Это вот. А потом эта тряпка мне в лицо летела. Вот они, беседчики. Вот они, один из таких, которые. Нет, давай представим, это прикольно. Нет? Это креативно, но. Очень прикольно. Школьники, вы видели, да, обе истории, школьники гандоны всегда вообще. Это вообще это самое беседующее. Дети очень жестокие люди. Это был пример номер один. Пример номер два. Мы сидим на географии вечером. Я сижу уже засыпаю. И я помню, что... Что ты на географии засыпаешь? Ну, в смысле, у нас вечерние уроки, да, где-то типа около пяти-шести вечера. Подожди, география, я правильно слушаю? Я сижу уже засыпаю? На географии, да. Ну, вечерний урок, типа весь день пришел. Мы такие уставшие. Что-то там, ребята, дети после обеда играли и нашли какую-то рогатку. Нашли камень. Кому он летит в ухо? И я сижу, и мне просто вот это влетает, и я где-то минуту-две не слышу этим ухом. Я звоню папе и говорю, папа, я уже полчаса не слышу ничего одним ухом. Вы должны прийти и отругать пацанов. Среди них был человек Александр. Саша, привет. Папа что-то ответил. Папа приехал. Окей, услышала, да? Да, услышала. Да, это я услышала. Другим ухом разговаривал, да. И папа приехал. Александр. Да, Александр, это ключевое имя, запомните. Саша. Приезжает папа, с пацанами поговорил, заканчиваются уроки. У нас еще шли уроки, папа уехал, и я стою и жду, пока меня заберут. Подходит представитель наших одноклассников, а там был такой пацан Мади. Представитель ваших одноклассников. Вот, Мади Сакенов. Ты старосту так называешь? Мади Сакенов, привет. Ты вообще все имена решили. Он потом был президентом школы, он потом был президентом Ким Эпа. Короче, он подходит, а он такой, типа, оратор. И он подходит, Лейла, здравствуй, я как представитель нашего... Президент школы, это вообще, что за должность вообще? Ну, в честь всего, коридор. Просто второй этаж переименовали. А, это вырежем, это Мади Кашутка. Я вспомнил бы это. Короче, он подходит и говорит, я вам реально говорю, я не шучу, он подходит и говорит, я как представитель нашего класса хочу тебя повестить о том, что мы больше не желаем контактировать с тобой, будем игнорировать любые желания контактировать с тобой. А, какой ты... Все ли себе понятно? Сколько лет ему? Нам по 12 лет. Он так вот разговаривает? Да, он оратор был прям с детства. Слушай, подожди, это после того, как Пахан приехал? Да, потому что он говорит, мы считаем, мы находим тебя стукачкой. Люди, друзья так не делают. Находим. И я такая... Да, и я это слышу. Лейла, мы же друзья, мы тебе вчера только вот камнем в ухо попали, а ты берешь и придаешь нас. Мы вчера только тебе камень подарили. И почему-то ухом его поймало. И ты такая, можешь сюда говорить? Я тебя не слышу, вот сюда говори. Он меня уведомил, повестил, что я стукачка, и со мной больше никто не желает разговаривать. Я такая, ок. Проходит какое-то время, а у нас в школе была такая тема, я не знаю, было ли у вас такое. Вне зависимости староста ты или нет, в один определенный день именно ты относишь журнал в учительскую. В общем, я иду с журнала впервые в жизни, отношу его в учительскую. Я захожу, и у меня такое ощущение, что я должна дождаться завуча. Почему-то. Она не приходит. И я открыла журнал, начала смотреть, и думаю, по идее, по истории четверок не хватает. У тебя не хватает четверок? Типа очень много пятерок. И думаю, ок. И я добавляю так 4, 4, 5. И такая, блин, так же спалят. Подругу уберу ее на ее имя. И тоже на историю ставлю 4, 4. Потом ухожу в отрыв. А там прикол, что эти дни еще не настали, прикинь. Просто на всю тему себя расставила. Возможно, так и было. Я же не это. Окей, она уже как оракул такая. Уже годовую оценку себе поставила. Наверное, она уже выпустилась. Уже в 10-ом году. Экзамен сдала. Почему именно история? Ну, так, так, началось, все началось с историей. Потом пошло дальше. Они журнал смотрят за седьмой год. Мя, Лейла уже в 11-ом. Сильно перестаралась с оценками. Короче, да, я все, я как в тумане. Я начинаю всем, это нравится, 4, это не нравится, 2. И вот так просто по всем одноклассникам, по всем урокам прохожусь. Александру, конечно, на все уроки ставлю двойки везде. Я не понимаю, что происходит. На все предметы? Да. Было такое, что ты такая чуть-чуть вначале, типа, ой, что я творю? Потом все, ты не можешь остановиться, потом... Да, блядь, да, блядь. Доставь, просто остановись. А уже нельзя, типа, уже... Мне еще нравится, что она до этого говорила, дети такие жестокие. Так она не била же никого. Ну, да. Я вот это все как в тумане делаю. На следующий день еду в школу и думаю, твою мать, ну, типа, зачем? Не дай бог спалят. И надеюсь, что не спалят. Хотя, есть же такое, что в журналах все учителя писали именно такой тонкой ручкой. Там такие были очень тонкие цифры. А я какой-то жирный, вот так там, типа, вообще другая ручка. И я думаю, блин, по уходу спалят. Не знаю, приходят... Еще свою подпись поставят. Автограф. И ближе к обеду у нас классно-реководительство, учитель по физре было. Вау, вы в каком учебе седьмой? Седьмой F. А нам понятно, почему рогатка. Короче. А у вас классный час в спортзале был? Вот, интересный момент. Все, типа, обычно, как же, типа, у тебя классно-реководитель, учитель по-русскому, вы собираетесь в классе по литературе, по-русскому. А у нас же физра, и мы думаем, типа, ну, мы, я как думала, седьмой класс, когда поступила, я думала, мы что, будем в спортзале? Но нет, нас собирали всегда в актовом зале. И вот снова очередное собрание, мы в актовом зале, все так серьезно выглядит. Я захожу, и директор, директор, завуч, какой-то чувак в форме. Это классный ваш. Да, нет, нет. Нет, она всегда в форме, и с ключами ходила, они еще, я не знаю, кажется, что... Это физрук впервые костюм надел. Короче... Я, кстати, не видел своего физрука в костюме, кажется, строгом. А вообще, я спорил. В общем, я захожу, я думаю, надо найти неприятное место, вообще вести себя так, как будто это не я. Я не знаю, как... Какое неприятное? Неприметное. Чтобы никто на меня не подумал. Я сажусь на какое-то место, где-то сзади, но не прям далеко. Это еще подходит под твое описание, например. Типа подальше, но не так уж далеко. Поднимаешь воротник, очки у тебя, шляпа и газета. В газете две дырки. В газете делаю. Я сижу и думаю, и вот это все они начинают. У нас произошел такой инцидент. Кто-то вчера в журнале поставил оценки. У нас здесь, типа, участковый. Кто это сделал? Сейчас мы, типа, запишем это ваше личное дело. Это очень серьезно. Повторяю, это очень серьезный вопрос. И я такая... Это Саша. Нет, я сижу и я просто молчу. И все начинают кричать, это Саша. Серьезно? Саша сидит вот здесь. Типа, он когда поворачивался, он на меня периодически смотрел. И я просто такая... Я сижу. И все говорят, да это Саша. По-любому. Он такой, да зачем мне? Я зачем себе двойки буду ставить? Ну, типа... Кстати, да. Какой тупой поступок, Саша. И все такие, да пофиг, тебе лишь бы напакостить. Это ты сделал. И все, все приходят к единогласному мнению, что это был Саша. А у тебя было вот это вот внутреннее... Вот, я еще не закончила. Это еще не конец. Я сижу и мне капец стыдно. И ну и все заканчивается, я думаю, я просто, типа, я уйду просто. Я встаю, я только встаю и Саша ко мне подходит. Он такой мне близко, очень близко вот так подходит и говорит... Я знаю, что это была ты, Кожа Ахметова. Мне страшно стало сейчас. Я себя почувствовал Кожа Ахметовой вообще. И вот. Нет, у него был такой, типа, Кожа Ахметова, уведомляю тебе. Это же не он был. Что я? А, это не он. Можно в камеру какую-нибудь? Вот это? Саша, я не знаю, где ты, прости меня. Это была я, ты был прав. А как он узнал, что это ты? Я не знаю. Он просто, он еще, нет, он еще, нет, он еще, он еще меня часто звал Кожа Ахметова, извиняюсь, мать, сука. И он, когда мне это сказал, он сказал, я знаю, что это было Кожа Ахметова, сука. И я такая... А, ну, мало ему такая. Да. И вот. Так что вот, мне очень сильно, что это было. Бля, как мне нравится, что участковые, учителя все такие смотрят, Саша себе двоек понаставил. Ну, это, наверное, это он так понаставил себе двоек, чтобы отвести от себя сомнение. Реально, они так сказали. А я такой, долбан, бля, с Полиной. Это двуходовочка, двуходовочка. Ой, Александр, Александр, Саша. Ой, вот такая история. Ну, ты сейчас как, приносишь извинения, Саша, типа... Да. Какие у него фотографии твои, вот, ножом? Нет, у него рисунок на стене твоей жопы. Каждый вечер. И он нож в жопу тебе втыкает. И рогаликом, фигач. Да, и куча порванных тряпок. Кожа Ахмедовна. А что ему встало? Мне интересно. А? Что с ним произошло? Я не знаю, я не видела его с того дня. Но его личное дело, скорее всего, это записали, да. И родителей вызвали. И что, двоеки не смог исправить, прикинь? Оставили так учителя. Да, смотри, тебе нельзя ничего доверять относить. Подопишешь на всякого. Я надеюсь, не будет какой-то криминальной хроники, где... Певицу застрелили. Ужас, куда я сахтас... Из тряпки. Из тряпки застрелили. Из рогатки. Во второе ухо. Певица Лили была найдена с камнем в ухе. Жива, жива, нормально. Просто камень в ухе лежит просто. Так, ну что, осталась еще твоя история. Да, респект вообще, конечно. Давайте поаплодируем, что мы съемляем и его история. Моя история. Я был постарше, чем ребята рассказывали о себе в своих историях. История о любви. Ладно, нет. Я скажу про то, как любовь жестоко со мной обошлась. На что она меня подтолкнула. Так, я учился на втором-третьем курсе СДУ. Знаете университет? Да, вот, я с СДУ учился. Чтобы в СДУ ездить туда, в Хаскелен, нужно было либо жить там, в Хаскелене, либо жить прямо на коридор при выезде из Алматы. Знаете, в прихожке жить, вот так. Да, я встречался тогда с девушкой, и хотелось удивлять ее, но я студент, у меня не было денег, я был очень голодный, но нужно что-то дарить и так далее. Любил сильно, вот. И я шел из своего района в ее, и по пути был в супермаркет Арзан. Я заходил в супермаркет Арзан. Чина был еще нереально худой в тот момент. Был, Даш? Ну, это уже не твое дело. Я иду туда, захожу в этот супермаркет, очень сильно хочу кушать в первую очередь. Беру в кулинарии, там же вот эти, знаете, островки, где вот кулинария, они тебе в пакет кладут, наклеивают этот. Штрих-код. И такой, все, иди там на кассе, тетя скажет, ты от меня. Вот, и кладешь туда. Я иду с самсой, я такой, блядь, сейчас поем, кайф. Иду, и такой, блин, надо ей что-то подарить. Но у меня нет денег. Но ты самсу не забыл купить? А? Нет, я в первую очередь о себе думаю. Это как в самолете. Сначала маску на себя, потом на ребенка. Вот. Я такой, купил себе самсы, я буду жить, я дойду до нее. А вот вторая на обратном пути. Да, да, да. Чисто у меня как в игре, это же кислород. У меня одна жизнь осталась. У тебя энергия заканчивается. Я захожу, все, иду в супермаркет, блин, надо ей что-то подарить. И вижу киндеры. Просто беру киндер и кладу в карман, и такой, я не буду за него платить. Все, я вот тогда начал воровать. Я начал клептоманить. Это значит, зачем он шел? В смысле, а он не пикал? Нет, не пикал, на нем, оказывается, ничего нет. Если что, на заметку, да? Да, имейте в виду. Короче, я все, это воровать. Но воровать это плохо. Да, наверное, не знаю, в конце разберемся. Короче, я беру киндеры, закинул киндеры, все, погнал. Дарю ей, она в восторге. Чек не спрашивает, довольная стоит. Обычно же девушке чек спрашивают. Да, надо бы пойти, в идеале. Если вам парни что-то дарят, чек спрашивайте, на всякий случай. Перевод покажи. Если от парня пахнет самсой. Я сытый, она счастлива, чумы. Любовь, мы никому не мешаем. Все, я вот с тех пор, это вошло в привычку. Систематически. Безнаказанность ты почувствовал. Я почувствовал безнаказанность, я начал. Я так наловчился, все мертвые точки в супермаркете. Вот так я. Не видно меня. Все, я такой, ебаный, я уже думал, все. Ну, тут вот подходит то, что ты тогда был худой. Был худой, да, начал набирать. Они просто иногда такие, это что за призрак? Ну, я скажу так, это не росло, скажем так, что не было. Ну, что ты, телевизор выносил. Ты остановился на киндеру. Ты остановился на киндеру? Да, да. Как это? Ты был чисто киндер. Хоть вот эта реклама, где, реклама очень классная, где чувак выносит телевизор, и по камере, как он выходит, не видно, что у него в руке телевизор, потому что ультра-тонкий телевизор. Я не видел, что я такой, довольный такой, никто не заметил. Не, я все, я уже наловчился, киндеры, гроза киндеров, вот так меня звали. У тебя уже целая коллекция пингвинов. Все, я так воровал, вообще просто с ума сойти. Меня ни разу не поймали, даже близко не было. Может, киндеры подорожали из-за тебя, в принципе? Почему киндеры пропадают, но прибыли нету? Честно, невыгодно. Да, я все, я супер. Игрушки херовые стали, все из-за тебя. И все, и наступает один момент. А ты только яйца эти воровал, или ты уже упаковочек? Вот эти плитки, вот эти, не помню, честно. А, когда в зимней куртке шел, в зимней куртке большие коранки. Там уже все в порядке. Все продукты за киндер, да? Там уже лоток яиц, понял? Загнал в карман. Причем обычный просто. Причем летом. Чего тут дурак в зимней куртке идет? Очень медленно. И все, наловчился жестко. Все, я такой, я сейчас, я вообще все. Я в жизни не буду собираюсь за киндеры платить никогда. Я. Наступает момент, мне нужно ехать из Алматы в Караганду. Домой, там какой-то вот период обучения какой-то заканчивается. О, ты в Карагандец ты? Я, да. И еду в Караганду. Приезжаю домой, все, хожу, кайфую, тусую неделю. И у меня традиция такая, типа, перед отъездом обратно в Алмату, меня мама на вокзал отвозит. Я заезжаю в супермаркет и беру себе там в дорогу всяких вещей, там продукты, что-то там. За мамин счет. За мамин счет, естественно. Традицию тебе такая. Вот это, как говорится, мыломойка, вот это всякие вещи, зубная паста, все вот это покупаю. Потому что чина не купится, я такой, мама. Бюджет некий был на все вот это. И все, и наступает день. Потому что на мыломойке были эти штрих-коды. Не понял. Ладно. Утро, кули, солны. И, короче, наступает день Икс. День отъезда великого непойманного вора из Караганды в Алмату. Мама днем меня отвозит на вокзал. Ой, на вокзал говорю. Я еду в супермаркет. В Караганде, может, знаете, такой супермаркет, корзина есть такой, супермаркет. Фанаты супермаркета-корзина у нас сегодня в зале. Это сотрудники. Я захожу в супермаркет, я набираю на деньги то, что я хотел. Там всякие зубные щетки, зубные пасты, все, что нужно в дорогу покушать и так далее. Самса. Все вот это купил, все. И иду по супермаркету и встречаю... Не, не киндер, нет. Киндер это уже пройденный этап. Я на то время, я же был худой, красивый, стильный, молодой, третий курс. Прически, блядь. Не все-то влюбились бы сейчас. Да, ладно, сейчас вам покажешь. Тоже вы, не проверите никак. Так, я, короче, сижу, хожу по супермаркету и вижу самый крутой в мире гель для волос. Я вам, я вам, я даже его, ну, сейчас, шварцкоп такой, желтый, чуть-чуть бананом пахнет. Потрясающе. Бананом пахнет? Да, да, ну, он такой, ну, типа. Ну, то есть, ты хотел, чтобы у тебя голова бананом пахнет? Да. Он, блин, ты не поймешь. Не поймешь. Со вкусом самсы не было просто. Можно мне с курицей, пожалуйста, один гель для волос? Я вижу его, я такой, блядь, какой дорогой. Я не собираюсь за нем. На то время, блядь, 2000 или сколько он там стоил, очень дорого стоил. Я такой, блин, я все, я в бюджет не влезаю уже. Ну, что уже, самсунь не выбросишь. И я такой смотрю, такой, блин, я его забираю. Ну, у тебя на тот момент волосы хотя бы без бардака были? Чтобы какое-то оправдание было. Наверное, наверное, не помню. Я в шапке был. Я смотрю на него, я такой, блин, я его заберу. Он еще, знаете, он не просто стоит, как другие гель, знаете, черт. Он в коробке. Ну, не в такой коробке, типа, закрытая, а вот где спереди открыто, как Барби. И я его просто вот такой, знаешь, рукой влетаю туда, как Mortal Kombat, сердце вырываю оттуда. Я вытаскиваю его оттуда, потому что на вот этой коробке была вот эта магнитная штучка, которая пикала. Ты уже грубо делаешь, ты уже почувствовал безнаказанность. Нет, ну, смысл, нет, все в рамках закона. Ну, смысл, в рамках моих законов. Опять же, мертвые точки, ничего не видно. Ну, ты никак в этой миссии невыполнимой. Не было такого момента, что у тебя подпросил. Вот так спустился, забираю. Нет, это вот так вот, знаешь, там, 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 там. Ну, хотя, да, наверное, да. Короче, да, я его беру с полки и хожу по супермаркету, ищу вот эти мертвые точки. Новая же зона для меня же. Не изучал ничего, у меня нет чертежей этого супермаркета. Понимаете? Я впервые работаю на выездной территории. Командировка. Командировка, да. Я, короче, хожу по супермаркету с этой коробкой. Я понимаю, что их надо разделить, но и коробку оставить здесь надо. Понимаете? Я же не долбан, чтобы разделить их вместе выходить. У вас что-то пикает? Да, это коробка от геля. Чтобы так тупо спалиться. Я все, избавляюсь от коробки, гель успешно вынесен. Я все такой, еду на вокзал, мама меня везет на вокзал. Говорит, все купил? Я говорю, все купил. И даже больше. И даже больше, если честно, да. Ты даже не подозреваешь, кого ты везешь. Мама, ты воспитала бандит. Да, да, да. Мама, ама, криминал. Ты еще едешь, а она говорит, все купил? И ты такой, а не видно? Ты что, дорогой? Тебе по дороге хотя бы стыдно чуть-чуть было? Не было такого типа, мама? Я скажу сейчас, в какой момент не будет стыд. Мама такая, бананы купил. Пахнет приятно. И вот, я еду на вокзал, все, мама меня подвозит на вокзал. Я выхожу, все, меня никто не провожает. Иду, сажусь в поезд. И вдруг звонит телефон, незнакомый номер. Я поднимаю, мне говорят, алло, здравствуйте. Вас беспокоит служба безопасности супермаркета «Корзина». Я такой, что? Как вообще, что? Ёб. Я вообще, у меня дар речи вообще. Что происходит с ним? Молодой человек, вы коротко. Меня покинул дар речи. Да, вот так вот, да. Я такой, что? Я такой, я просто жду. Я говорю, да, да. Он говорит, это Шангас Ермек. Я говорю, да. Он говорит, вы у нас в супермаркете кое-что взяли, не заплатив. Пожалуйста, до 12 ночи вернитесь и оплатите. А, либо верните, либо оплатите двойную сумму, сколько она стоит. А это где-то 9 вечера. Отправление скоро уже. Я такой, а я уже уезжаю в Алмаду. У меня в Паблодаре еще супермаркет. Тайминг, тайминг. Да, да. У меня следующий город живет. Ты вот когда-то сказал, что я уезжаю, ты что думаешь? А, ну ладно. А, ладно тогда. Частливо будем. Я думал, вдруг, я очень жалостно пытался это сказать. Он говорит, ничего не знаю. А, блин. А вот что, вот в какой момент я провалился вообще. Он говорит, Шингас, я просто вас знаю, мы вместе в 39-й школе учились. Он типа, младше меня что ли учился? Я просто вас знаю, я поэтому по-хорошему вас прошу. Я такой, ёптвою, какой я пример подаю молодежи. А, шучу, я об этом не думал. Просто стыдно было, что меня узнали. Я такой, блин, человек знает меня, я ворую, блин, прикинь. Еще гель, он думает, что у тебя в жизни происходит гель. Вот тут тебя стукнуло, типа. Типа, йоу. Я такой. Да эти щеглы, они всегда думают, это Шингас, он добьется всего. Я стою такой, блин. В Алмату поехал. Я такой, хорошо, он говорит, трубку бросает, он говорит, все, ждем. Я стою такой, сейчас уже скоро отправление, я же не могу слезть с поезда и сказать маме. Мам, я опоздал, она меня за час привезла вообще. Я час шел до поезда, скажу что. Я такой, я не могу слезть, поехать в супермаркет. Я такой, блин, что делать, что делать. Звоню двоюродным братишкам, там, Азиз, Азиз и Тимурлан зовут их. Я звоню, у них на двоих один телефон. Я звоню Азизу, я звоню Азизу, он поднимает трубку и там тусовка у него, они там отмечают, что-то я такой, все, сейчас я вас попрошу. А я понимаю, что времени мало. Я говорю, Азиз, он говорит, да, езжай в корзину, я там гель украл. Надо срочно заплатить. Он говорит, что, нет времени объяснять. Я его умоляю, говорю, брат, пожалуйста, езжай сейчас в корзину. А он младше тебя? Он младше меня... Он тоже, когда ты ему звонил, он такой, он мой старший брат. Да, старший брат. Охренительный парень, всему добезу. Мой пример для подражания. Я когда вырос, как он хочу стать. На три года я его старше, я ему звоню, Азиз, пожалуйста, говорю, а у него все, он там по городу, на машине, все, успеет, быстро, точно. Я прям уверен, что он, это я нужному человеку. У него две тысячи есть как раз. Скорее всего. А четыре уже, четыре тысячи. Пожалуйста, езжай в корзину и заплати. За этот гель. Он говорит, пр***ь. Давай, говорит, трубку бросайте, я все, вот так сижу, жду. И все, я такой... И поезд трогается. Да, 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 и поезд тронулся. И связь пропадает. Поезд тронулся, я такой, езжай, твой матч, а сеть пропадет, и до меня не дозвонится, и я не узнаю, чем закончилась эта серия. Ты сидишь, переживаешь, сам сухаваешь. Гель, гель, гель. Я иду с киндерами. Он так в зеркале, такой, блин, грустно все равно. Зато красивый. А если в эту сторону? И все, у меня ОКР начинается. Вот так делаю. Вот так делаю. И ракет. Да, да, да. Ну, красавчик. Ладно, и... И звонит братишка. Один перезвонит. Я такой, фу, блин, хоть бы, хоть бы, я такой, поднимаю трубку, поднимаю трубку, я туда просто очень издевательский голос. Я говорю, эй, клептомант! Я говорю, заколебал, не трави, говорю, и так плохо, говорю, у меня он начинает жестко стебать вообще, унижать меня. У тебя что, блядь? На гель 2000 нет, что ли? Братишка мой, прикиньте, блядь, на три года он, эй, эй, если денег не хватает, скажи, мы тебе купим, вот так издевательский голос. Я говорю, заколебал, не трави, душу. Он говорит, ладно, угораю, мы нормально все, мы с Тимой доехали, все решили. Он говорит, пацанчик нормальный оказался, оказывается, знает тебя. Но не полностью. Сам до ресторана меня узнал, скажем так. Извините, я очень долго по телефону разговариваю. И он мне по телефону говорит, типа, это, все, короче, нормально, решили, мы там деньги закинули, все нормально, ничего тебе не будет. Он говорит, единственный момент, ты пока, наверное, полгода в корзину не ходи. Я так представил, что я просто во всех сводках, короче, вот, если что, вот это... Ты залег на дно. Поехал залечь на дно в Алматы, да. Он говорит, все, давай, клиптоман. У меня потом год, наверное, клиптоманом называл. Надеюсь, он забыл. Нет, прикольно, когда ты на ТНТ появился, вот этот охранник такой, я его знаю. Сколько в целом продлился карьеры вора? Вот, и вот на этом, я такой, все, это у меня отбило все желание, все, психологический момент произошел, знаешь, меня так перещелкнуло, меня так, фу, все, я больше не буду. Гель, это мой последний трофей. Где дома стоит до сих пор. И все, я спокойно душой ложусь спать, приезжаю в Алматы, просыпаюсь, у меня сеть начинает ловить, приходят сообщения в WhatsApp. Знаете, что пришло мне? Пришла фотография вот этой выброшенной коробки, которую я в корзине спрятал от геля, и она подписана. Ермек Шиннес, это какой-нибудь блядь. От кого вы жёстесь? Я понял, что они меня по этой улике нашли. Ты расписался, блядь, в коробке? Не, не я расписался. Ты думаешь, я кто, я, Бэкси, блядь, который оставляет свои следы. Это вам мой автограф. Вот эти, видишь же, манечелы, которые хотят, чтобы их нашли. Да, да, да. Остановите меня. Меня же Эркюль Пуаро нашел. Этого охранника звали Эркюль Пуаро. Я на эту фотку смотрю, мне ее вот братишка переслал, он говорит, вот тебе служба безопасности супермаркета тебе скинули. Я говорю, блядь, какой ужас. Сейчас я говорю, все, с этого момента я начинаю дарить киндеры с чеком. Мне вот дико стыдно за это все. Спасибо большое тебе за эту историю. Так, спасибо вам за ваши истории. Давайте теперь быстро проголосуем. Я начну голосовать. Я дам, не в обиду, дам Чингизу, потому что, ну реально, когда щеглы еще узнали, все узнают, блядь. Мне чуть-чуть сейчас стыдно за тебя вообще. Может шоу назовем «Испанский стыдно», когда за кого-то стыдно становится. А у тебя ты как будто наказала плохого парня, поэтому... Кстати, да, это история о мести. Да, я все-таки. Поэтому, да, тебе... Чуть зора тоже. Блин, я вообще, если честно, я, если честно, боялся, что в натуре, что они родственникам расскажут. Слава богу, это осталось там. Ну, на тот момент это было бы стыдно. А, кстати, мне когда сказали полгода в супермаркет не ходи, я потом после этого приезжался все равно в течение полгода. И мы с мамой ездили в супермаркет закупаться. Мама говорит, пойдем, поможешь мне пакеты вынести? Я говорю, я не пойду. Я не могу, мам. Очень тяжело было вообще отмазаться в этот момент. Мне кажется, охранник в супермаркете вот так был. Все время следил за тобой. Куда идешь, блядь? Да, пожалуйста, Лили, кому отдаем 2 балла, кому 1 балл? Ну, я вообще в шоке с Чины. Это любовь. Это любовь меня подтолкнула на это. Просто его разум был затуманен настолько долго, меня это уничтожает. Ну, смотри, что ты это делал, это не случилось, типа, один раз. Это же продолжительная ситуация. Мне вот за все вот это вот стыдно. И ты дошел до ручки, типа. А то, что я заставил другу руку сломать, ну... Так ты сейчас до сих пор говоришь, да, это прикол. Тебе не стыдно, кажется, как бы. Не, мне стыдно то, что он болеет, а то это прикол. Ты еще говорил то, что когда ее жопу нарисовали, ну, в смысле, те ребята нарисовали и били тряпками, ты говоришь, ну, это, по идее, весело. А можно 3 балла сюда и 0 сюда? Они тоже смеялись. Нет, они просто добрые люди, они тебя поддержали. Спасибо. Нет, 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 в целом я думаю, что, да, ну, типа, Чины история прямо жесткая. Так что я... Спасибо. Спасибо. И, пожалуйста. Аллах простит. Прикиньте. Пожалуйста. Рискорелигиозный стол. Да, Аллах простит, мне ваши баллы не нужны. Прикиньте. Ладно, это я уже с ума сошел. Так, ну вот, обе истории школьные. Я сужу так, там, где я испытал эмоции, там было прикольно. Поэтому я, наверное, Лейле 2 балла дам, я остатку 1. Отлично. Да? Спасибо, друг. Ну, и я тоже должен дать баллы. Я даю 3 балла Чине, 2 балла Лили и 1 балл Асхан. Спасибо. Переиграл. Переиграл и вы что же? Хорошо, что я заговорила. Как произошло это? Да, а ты ничего не говорил, молчал. Это как этот в мафии. Я переубедил кого-нибудь на тему, когда переголосовать можно. Итого, нам нужно сейчас выбрать какое-то наказание. Чина, что я выиграл. Спасибо. Стоило-то всего лишь что опозориться. Пожалуйста, давай выбирай наказание. А кто проиграл? Я проиграл. Да, для Асхата. Так, сейчас. Можешь выбрать. Не, не. Он знает, что я выберу. Ирония в том, что Асхат писал эти наказания. Вот, давай. Я знаю одно, что я не хочу точно делать. Так, а, тут что-то замазано, но написано что-то другое. Тут написано донат. Все, пончик? А? Пончик? Нет, не обязательно хавчик, блядь. Я просто английский знаю. Деньги скинуть куда-то. Дай еще один. Вот это я не хотел. Да, это на самом деле Асхат должен будет пожертвовать на благотворительность определенную сумму денег. Какую? Мы выбираем. Сколько у меня баллов? 7 тысяч. 7 тысяч. У тебя сколько? Дядь сколько? Что? Баллов. У нее 2. 9 тысяч. 5, да, у нее? Да, сука. 7 умножить на 5. 35. 35 тысяч. Иди в жопу. 35 деньги. Давай. Не, мы договаривались, 15 тысяч. И еще одно задание, помимо доната. Да, вот это пусть первое будет. Ого! Сука, я не навижу вот этого хва. Это вот это, который переспать мужчиной? Не, 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 это же награда для Асхата. Так, наказание для Асхата ходить по Арбату и просить презервативы в долг. В долг. Я типа сейчас, я в него кончу и верну. С процентами. Я вам верну. Так, а сколько презервативов нужно? А тут не написано. Презервативы. Давай, ты. Давай, у меня сколько было? 7. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое участникам. Спасибо, что пришли. Спасибо, что рассказали свои истории. Сегодня буду выполнять свое наказание. Самое забавное, что эти наказания я сам придумал и выкинул одно из самых, как по мне, у вас. Если есть желание, пожалуйста, напишите в комментариях предложение, какие следующие наказания можно для наших следующих участников придумать. Либо есть такая новая идея, делать не наказание, а какие-то добрые дела, как делали на новогодних выпусках, как Джамбу Кудеев или Алексей Луковской. Поздравляли детей с Новым годом. Давайте делать добрые дела, можно вместо наказания использовать и такие вещи еще. Так, это странно, как ты спрашиваешь, где мотив есть? Так что ли? Тебе еще просто говорят, нет, быстро уходят. Спасибо. Спасибо.